Добрый вечер, дамы и господа. Поговорим сегодня о версусах как таковых, о версусе Хованского с Лариным. Мнение моё весьма критичное, будет отличаться от многих мнений, наверное, по этому вопросу, потому что сами баттлы, сами версусы для меня нонсенс, в смысле не вообще в мире, а конкретно, ну, может быть, за пределами Америки, да, или, ну, не знаю, там, где живут чёрные, это нормально, да, то есть, ну, в смысле, Англия, там какая-нибудь Франция, где раб, что-то естественное, потому что это всё-таки способ говорения чёрных, вот это очень важно, потому что, когда я когда-то давным-давно приехал в Америку, я был поражён тем, что так говорят, ну, может быть, каждый второй чёрный на улице, вы понимаете, в чём здесь парадокс? То есть, ты идёшь по улице, и на встрече тебе люди, которые так общаются друг с другом, они говорят так по телефону, они чего-то слушают в наушниках и тараторят, и это так говорят мужики и бабы разного возраста, чёрные. И когда ты слушаешь, как какая-нибудь чёрная баба-домохозяйка объясняет своей подружке по телефону, как она покупала на распродаже какие-то колготки, очки и не знаю что, ты просто заслушиваешься, потому что это фантастика на самом деле, это реальная фантастика, там такой невероятный поток слов непрерывный, без сорняков, с какими-то вообще фантастическими рифмами, и чёрт знает чем вообще, то есть это звучит как песня, но это норма, понимаете? Они просто так говорят, ну, как птицы поют. Ну, вот, соловей поёт так, ворона по-другому, но это естественный язык. Когда собака пытается каркать, как ворона, это, ну, как-то звучит немножечко странно. Вот поэтому все эти версусы и баттлы, организованные в России между всеми этими, ну, между блогерами, это совсем странно выглядит, а между даже профессиональными, так называемыми профессиональными раперами белыми в России, это звучит так, как соревнование между какими-то китайцами, которые любят русскую культуру в пении какой-нибудь «Катюши» или «Яблочко». Вот это так же странно, поверьте, потому что это чужой язык, который, в смысле, они, конечно, говорят, читают на своём языке, но для меня русский рап – это, ну, странная вещь, странная, странная, поверьте мне, это действительно странно. То есть, потому что это неестественный язык, неестественное что-то совершенно. Ну, как можно сказать, наверное, что рок-музыка русская – это неестественное, ну, панк неестественное. Тут всё должно, наверное, быть там, где оно зародилось. Хотя, ну, когда мы говорим про рок или панк или про что-то другое, это немножко некоторые есть нюансы, да, то есть всё равно русские группы играют по-своему, всё равно как бы, ну, когда они прям один в один что-то копируют, тогда это уже, естественно, режет глаз, то есть ухо. А когда не совсем, то есть что-то у них есть своё, какой-то звук свой и так далее, тогда, конечно, это может быть более интересно. Но, я повторяю, всё, ну, как бы есть какая-то культура, корневая культура. Есть вот такой способ говорения, общения, чтения у каких-то коренных народов. И когда один народ заимствует у другого что-то, когда это становится… Мы не говорим сейчас про какую-то моду, её нету. Мы живём в эпоху постмодернизма или метамодернизма, когда всё уже сказано, всё смешано, всё перемешано. Но, тем не менее, если мы возьмём, выдернем чёрного бомжа из Америки и привезём его на такой версус, то вы увидите, что это просто небо и земля. Да, это небо и земля, потому что для одного человека это естественно. Ну, он говорит на своём языке, он читает так, как для него совершенно нормально. И второй человек, который совершенно вот в каком-то искусственном своём мире живёт, он слушал это, подражал, да, ну, как какой-нибудь белый, который разучил танец Майкла Джексона, да, и ходит так. Ну, это странно, потому что, странно, как танцующий медведь странно, да, потому что животному не свойственно в природе как бы исполнять какие-то цирковые движения, которые его надрессировали. Тут такой медведь, он решил, ну, сам что ли, да, сам стать человеком. Вдруг ни с того ни с сего. И как бы стал танцевать по своей собственной инициативе. Потому что решил, что если так научиться танцевать, то, конечно, он будет похож на человека, безусловно. Но, ну, на человека он почему-то, то есть, выглядит как пародия на человека, при этом не становится похожим. Вот, собственно, и всё моё дурацкое мнение по этому поводу. Вы можете меня заплевать, задислайкать, конечно же, но вот правда она такая. Это не потому, что я вообще там далёк от этой культуры, да, и что я вообще ничего не слушаю. Нет, напротив, я интересуюсь такими вещами, интересуюсь как такими феноменами, парадоксами, странностями. Меня интересует конвергенция культур. Она меня всегда интересовала. Вообще там русская культура, она способна на Западе производить какое-то впечатление? И я вам отвечу, нет, она не способна, она не валидна для Запада просто, понимаете? Потому что способ мышления, окружение, всё такое совершенно другое. Когда мы пытаемся, я там, когда жил в России, да, я думал, ну вот, надо приехать в Нью-Йорк и там что-то такое сотворить невероятное. Все американцы падут на колени, потому что мы же самые радикальные и так далее. Или что-то ещё. Но оказывается, что нет. То есть оказывается, что просто на тебя смотрят как на, ну, что-то странное, да, что-то странное, какой-то инопланетянин или там дикарь, да, там пляшет у своего костра возле костей своей бабушки и что же, так сказать. Ну, это странно, даже не любопытно, а просто Америка такая страна довольно терпимая, так, чужим культурам. Но это не значит, что эти культуры каким-то образом могут быть востребованы. Вот это очень важно, что они не могут быть востребованы. Поэтому есть очень много текста Смоловского по поводу вот этой вот неуспешности русских художников. Я уже, извините, перехожу в другую немножко область. Но, в принципе, это всё очень близко к этому. И это то же самое, да, то есть это то же самое. Ну, какие-то, там, я не знаю, группа тату, которая вдруг в каких-то чартах вдруг взлетела. Я не знаю, это хрень, понимаете, всё это хрень там. Или популярность пуссерают. Это тоже всё. Всё абсолютно хрень собачья. Это политтехнологии, безусловно, политтехнологии. Но не более того, это не значит, что кто-то действительно честно вдруг будет этому подражать, этому завидовать, учиться так, петь или там что-то ещё, да. Но есть какие-то сумасшедшие, которые там учат русский язык. Есть, конечно, словисты в университетах, которые, опять же, преподают русскую культуру. Ну, для кого? Для каких-то совсем выродков и маргиналов. Которые, в общем, опять же, становятся такими специалистами в этой области, как специалистами по Китаю, по Японии, по Вьетнаму, по каким-то странам, которые, к которым их сердце лежит, да, вот им это интересно. Ну и всё, то есть, ну это же, опять же, так сказать, маленькие маргинальные группки. Вот такая вот конвергенция. Спасибо за внимание. Чао-чао. Подписывайтесь на канал. С вами был Олег Маврамат. С вами был Олег Маврамат.